Всем привет, друзья! Как вы считаете, правдиво ли вот это название этого видео, что можно за две недели поднять три сантиметра к вашим рукам? Вы удивитесь, но это абсолютная правда. Сегодня я вам покажу результаты, которые были у нас с марафона. Ребята достигли просто невероятных высот. Самое большое количество результатов у ребят были это плюс один сантиметр за две недели. Также, естественно, неплохие результаты это плюс два сантиметра и плюс три сантиметра. Плюс три сантиметра это абсолютная правда. Вот вот этот пацан, вы видите его на экране. Это просто нереально достичь такого результата, но для новичков оказывается все реально. И теперь я верю Юрию Спасококосскому, который говорил, что за месяц можно поднять 4 сантиметра в бицепс, ну и в трицепс, во всю руку новичку. Это вполне реально. Друзья, самый-то прикол знаете, в чем заключается? Что мои банки выросли тоже на 0,5 сантиметра. На 5 миллиметров, хотя я тренируюсь 11 лет. Ну что, ребят, расскажу немножко, что было вообще, как мы прокачивали наши банки, трицепсы. Были упражнения как на трицепс, так и на бицепс. Каждую тренировку мы делали абсолютно разные упражнения, абсолютно разные вариации, абсолютно разное количество повторений с весом, без веса. Каждую тренировку, короче, упражнения постоянно менялись. Все время было все разное, и наши мышцы получали максимальный стресс, потому что, как вы знаете, если делать все время одну и ту же тренировку на протяжении долгого времени, то ваши мышцы привыкают, и никакого кайфа от этого не будет. Самое важное, ребят, это, кстати, были не тренировки, а самое важное, номер один, это питание. Потому что многие ребята, которые даже тренировались усиленно, но практически ничего не ели, очень мало ели, они так и остались дрыщами. Это факт. Как вы понимаете, питание это номер один условие для того, чтобы ваши мышцы росли. Второе, это тренировки. Обязательно, без тренировок у вас тоже ничего не будет, мышцы должны постоянно быть травмированы, и тогда они будут от питания срастаться. И третье условие, это сон, восстановление. Без восстановления мышцы особо тоже расти не будут. Новость номер два, мы начинаем марафон по подтягиваниям. Он стартанет 25 августа, ссылочка уже будет в описании, вам нужно перейти. Сейчас действуют скидки. Всего лишь 400 рублей марафон, он будет длиться три недели. В марафоне вы сможете узнать, как подтягиваться. Узнаете теорию, практику, получите программу питания, тренировок, трансляции, видеотрансляции со мной, я буду тренироваться вместе с вами. Буду отвечать на все вопросы, которые вас интересуют. Будет полная коллаборация вместе с вами. Это будет интересно, как тренер с учениками, и вы по-любому, каждый из вас достигнет прогресса. С этого момента, с субботы, и в течение пяти дней цена на марафон будет всего 400 рублей. Потом будет цена 550 рублей. Торопитесь. Дорогу осилит идущий. Вместе мы сила. Артур, вот пока мы идем, да, обратно, вот скажи, почему тебя зашемило шею? Потому что я ее разминал, сделал передний виз, много-много раз сделал передний виз, и, короче, в конце уже, когда мышцы атрофировались, ну, забились очень жестко, то я такой, ооо, всю нагрузку перевел на шею, и она у меня зашемилась. Вот, поэтому разминка и растяжка обязательно... Не перенапрягайтесь очень сильно. Отдыхе давайте. Разминка и растяжка не только в начале, но и на протяжении, и самое главное, в конце, после того, как вы уже закончили. Если вы тренируетесь, когда холодно, то у вас обязательно тренировка на улице должна быть очень динамическая, то есть вы не должны ни секунды стоять, и после этого вы сразу должны одеться максимально и идти в тепло. Да. Все. И никаких сквозняков не должно быть, когда домой приходите. Если вы дома тренируетесь разогретой все, и сквозняк, это каюк просто вообще плохо.